Первый случай подозрения на коронавирус в Красноярском крае. В Ачинске госпитализировались с температурой двух человек. Мать с дочерью неделю назад вернулись из Китая. Их положили в инфекционное отделение местной больницы. Как рассказали пациентки, ездили по путевке на остров Хайнань и ничего не слышали о вирусе, который каждый день уносит жизни и о распространении которого сообщают новости. О том, что происходит в мире, узнали только вернувшись домой. К счастью, подозрения не подтвердились. Оказалось, что у мамы с дочерью обычное ОРВИ. Тем не менее, из больницы их пока не выписывают. И, как рассказали в Роспотребнадзоре, такие меры – срочная госпитализация и обследование – сейчас обычное дело в отношении тех, кто вернулся из Китая с малейшими признаками болезни. Результаты анализов таких пациентов становятся известны уже через несколько часов после забора. По прилету в Красноярский аэропорт проводится двойная термометрия. На борту воздушного судна и в зоне прибытия. Стационарным тепловизором в зоне прибытия и переносным тепловизором на борту воздушного судна. При выявлении температурящих больных они госпитализируются для установления диагноза и в том числе для обследования на наличие коронавирусной инфекции. Добавлю, накануне эксперты Минздрава озвучили предположение, что в России штамм коронавируса могут завести в феврале. Однако уверены, что в нашей стране угроза эпидемии исключена. Между тем, в Китае уже погибли 170 человек. По всему миру диагноз подтвержден почти у 8 тысяч. Правда, 170 удалось вылечить. Вылеты в Китай приостановлены, а уральские авиалинии отменили несколько рейсов даже в Европу. На тех направлениях, которыми часто летают китайские туристы, в пяти регионах страны закрыта граница с Китаем. Прекращено и железнодорожное сообщение с Поднебесной. В расписании поездов оставили лишь один маршрут – Москва-Пекин-Москва.